За последние годы был, конечно, предпринят ряд мер. Ужесточенные условия производства и оборота алкогольной продукции. Ограничена достаточно серьезная реклама спиртного. Более строгим стало наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Но о качественных изменениях говорить пока не приходится. Если говорить вообще предельно откровенно, я думаю, что вообще никаких изменений говорить не приходится. Ничего это не помогло, ни в чем абсолютно. Нужно честно об этом сказать. Более семи лет прошло с этого выступления Дмитрия Анатольевича. А стала ли менее острой проблема? Если верить некоторым официальным заявлениям, отмечается снижение уровня самоотравления алкоголем и табаком в нашей стране. Но Россия по-прежнему отравлена и по-прежнему несет огромные потери. Да и откат назад налицо. Реклама пивного яда вернулась на ТВ. А средства массовой информации продолжают убийственную пропаганду. Трезвость в населении отнимают бесцеремонно, нагло, круглые сутки. Где передачи? Где социальная реклама по этому острейшему вопросу? Ничего. Молчание. Запустили в телеэфир несколько лет назад цикл программ и серию социальных роликов. Но ту компанию в итоге быстро свернули. А ведь две-три регулярных, интересно сделанных передачи на федеральных каналах спасли бы миллионы жизней. Спорьте о трезвости, говорите о ней, не замалчивайте. Нет этого. Если не менять информационную политику, то о предпринятых полумерах по снижению, сдерживанию и ужесточению отчитываться наши власти будут раз за разом одинаково. Ничего это не помогло, ни в чем абсолютно. Главный столб матрицы самоотравления – информационный. Если не бить по нему, то на перемены можно и не надеяться. Работает на полную катушку машина программирования, будут и миллионы жертв. Как в той русской народной сказке про чудо-юдо. Пока чудовищу не срубили волшебный огненный палец, его отсеченные головы всякий раз магическим образом отрастали. Случается теракт или катастрофа с большим количеством жертв. И внимание общества мгновенно привлекается к этому событию. На это у СМИ всегда находится эфирное время и средства. Нас волнует трагическая гибель нескольких десятков или сотен человек. Это естественно. Но разве должное внимание уделяется уничтожению миллиона людей каждый год у нас под носом? Находится время и на глупейшие ток-шоу. А на передаче по животрепещущей для страны теме времени нет. Какой еще вопрос может быть важнее для страны? Отлично, что ВКС России могут уничтожать боевиков ИГИЛ, не покидая Каспия. Прекрасно, что мы снова начинаем гордиться славным прошлым наших предков и повышаем свою обороноспособность. Но достаточно ли этого для возрождения России, если ее народ отравлен как никогда еще в своей истории? Сейчас часто говорят о том, что человечество входит в полосу жестоких кризисов. Кризис на планете во всех сферах. От политической и экономической до экологической. Россия вступила в эту эпоху в статусе самой отравленной на земле страны. Что происходит с домом, хозяин которого одурманен? В безопасности ли такой дом? Нет задачи важнее для коренных народов России, чем утверждение и сохранение трезвости. Это сейчас главный вопрос нашего выживания. И для начала всем нам нужно понять, что корень проблемы информационный. Редактор субтитров А.Семкин